советский гендерный порядок противоречив и существовало догматическое описание того как организованы отношения между мужчиной и женщиной при советской власти ну вот это описание сводится к тому что эта страна победившего гендерного равенства частично в этом есть истина но весьма как бы парциальная весьма частично а потому что на уровне лозунгов и даже юридических документов гендерное равенство у нас было закреплено она была закреплена первыми документами советской власти восемнадцатом году она была продвигаема законами о браке семье специальными политиками в отношении продвижения женщин в сферу оплачиваемого труда и на политические позиции были квоты женские и все это каким-то образом да действительно сделала женщину активными строительными участниками публичной сферы вот этого общественного устройства советский гендерный порядок мы его называем этакротическим гендерным порядком этакротически значит власть государства можно его назвать как например делают ну некоторые наши следователи товарищи коллеги государственным патриархатом эти различия признаются государством но используется для целей государственной политики жесткой и авторитарный закон об абортах в двадцатом году принимается закон уникальный на глобальном уровне международной практике легализация аборта медицинского конечно и этот закон позволяет женщинам вот в первый триместр беременности по своему выбору решать свою репродуктивную судьбу делать аборт других в это время контрацептивных средств не существовало идеологи объясняют что это вынужденная мера советского молодого правительства который таким образом борется с двумя вещами инфантицидом то есть убийство младенца и здоровьем с плохим здоровьем женщин которые делают криминальные не медицинские аборты потому что это время разрухи войны до сексуальных беспорядков скажем так и нежелательные беременности являются массовым явлением а контрацептивная культура традиционно да и нити традиционные практики предохранительного поведения очень трудно выполнять вот в разных сложных условиях советской жизни а в тридцать шестом году этот закон отменяется и женщина оказывается лишенной такой такого репродуктивного права закону вот и что получается что она мобилизована обществом не только как единицу производительных сил как работница которая активно до занята в общественном производстве и от от участия ее в общественном производстве зависит ее экономическое благосостояние до либо деньги зарплата и карточка но она мобилизована также как репродуктивная единица да как существо которое рожает и призвано решить проблемы демографические этой страны накануне войны да и вот эта идеология двойной роли женщины работающей матери как ее выбор но на самом деле как предписание сверху и очень мобилизующая роль заставляет нам говорит что это государственный патриархат он мобилизует женщину да в этой роли он мобилизует мужчину в своей роли значит труженика защитника отечества который также должен посвятить всю свою жизнь вот строительство модернизированного советского государства а частная жизнь должна быть на периферии или попросту отсутствует должна быть остаточным вот такой советский гендерный порядок называется гендерным равенством мы аналитически приходим к выводу что это гендерная мобилизация и государственный патриархат